Всем привет! Сегодня у нас Катя выступает. У неё в театральной студии будет постановка, сказка, и она будет играть барабан. Мы сейчас поедем смотреть. Сегодня ни Катя, ни Настя не в школе. Настя болеет, а Кате театральная студия дала бумажечку такую, что она сегодня освобождена от уроков. В общем, двигаемся смотреть на её выступление. В общем, пришли мы на концерт, я с фотоаппаратом. Как раз успели, выходит Катя. Я нажимаю кнопочку съёмки, а фотоаппарат не снимает. Смотрю, я не взяла батарейку, оставила её дома заряжаться. Ну, в общем, Костя сходил за батарейкой, принёс. Я уже смогла снять только конец Катиного выступления. Ну, ничего, они в октябре будут ещё раз ставить эту же сказку. Ну, мне понравилось. Катя сегодня играла гораздо лучше, чем раньше. Она явно делает успехи на актёрском поприще. И я уже всё больше начинаю верить, что она действительно станет актрисой. Я не знаю. Я бы запутался. Мы не могли бы спасти на параметке. Я поднимусь. Щётко. Кто? И марсорки. Костя с Алисой гуляют, ловят последнюю хорошую погоду. Сегодня утром было 18 градусов, днем 20. И сейчас такое солнышко яркое. Мы стараемся Алису держать на солнышке, пока это возможно. Завтра уже обещают тучи, дожди. Кто-то из подписчиков спрашивал меня в комментариях, собираюсь ли я рожать еще. Пока не собираюсь. И вообще я очень боюсь делать второе кесарево. Я не хотела бы больше делать операции. Но если бы мы смогли заработать много денег и, допустим, купить себе дом, то я бы лучше усыновила мальчика из детдома. И Костя со мной тоже согласен. То есть, если у нас будет такая возможность, то мы с удовольствием лучше возьмем ребенка, поможем ребенку, у которого нет родителей. Мне начали делать комплименты мои знакомые. Со стороны стало видно, что я худею. Говорят, что я похорошела. Меня это, конечно, радует, потому что большую часть своей жизни я была именно худенькой, а не такой толстой. И толстела я вот только когда я была беременна все разы. В детстве я тоже была очень худенькая, у меня же ребра торчали. Мне даже наоборот говорили, что я слишком худая. Поэтому мне совершенно непривычно быть толстенькой, да, и то, что я худею, меня, конечно же, радует. У меня сейчас такое философское немножко настроение. Я сижу, думаю, пытаюсь сама себе ответить на некоторые вопросы. Например, о чем я мечтаю. Мне кажется, все, о чем я мечтала ранее, у меня уже есть. И я сейчас мечтаю только об одном, но о невозможном. То есть, ну, эта мечта, она не может осуществиться, потому что я мечтаю, чтобы время шло медленнее, чтобы люди жили дольше. Это единственное, что меня беспокоит, это то, что наша жизнь очень быстро проходит. Например, мой канал Хомки был основан год назад, когда мне исполнялось 34 года. Сейчас мне уже 35. Что изменилось за этот год? Просто год пролетел. Не, ну, понятно, события происходили какие-то. Я забеременела, мне родилась Алиска, я завела еще один канал. Но все равно, вот именно так глобально я не изменилась по характеру. А вот циферка уже другая. Я вот как подумаю, вот Настя родилась давно ли? Вроде бы давно. Но все это так помнится, вот кажется, что все-таки это было не так уж и давно. А Насте уже будет 17 лет в следующем месяце. Я вот так вот думаю о том, что жизнь она быстро действительно проходит. И вот когда Алиса будет уже такая, как сейчас Настя, то уже и Костя будет старый совсем, и моя мама будет уже совсем старая. И можно сказать, жизнь прошла. Хотя еще недавно я была девчонкой, которая лазила по деревьям, бегала во дворе, играла в футбол, ходила в школу. Как-то это все так дико, не знаю. Вот когда моя бабушка, она была старенькая очень, а я была девочкой, мне было лет 12. И моя бабушка часто разговаривала сама с собой. Она плохо слышала, я к ней в комнату так слегка загляну, она меня не видит, но она разговаривает с собой, вспоминает свои события какие-то из жизни, рассуждает, чтобы как могло произойти у нее по-другому. И я слушала, мне было смешно, я смеялась, думала, вот этой старой бабке интересно там любовь свою вспоминать молодую. Вот какая смешная бабушка. А сейчас я так думаю, елки-палки, старость не за горами. И правду говорят, вот спешите делать то, что вам хочется. То есть если вам хочется погулять с одноклассниками, не стесняйтесь, идите с ними гуляйте. Если вам хочется встречаться с мальчиком в 14 лет, встречайтесь с этим мальчиком, потому что потом будете жалеть, что чего-то не сделали, чего-то не успели. Хочется выступить где-то на сцене, но вы боитесь, вы стесняетесь. Лучше выступите. Пусть лучше это будет выступление не такое, как вам хотелось бы, но оно будет. Потому что вот реально потом в старости, ну как вот говорят, в старости нечего будет вспомнить. Но это реально правда, потому что вот пока ты молодой, тебе кажется, старость, она где-то очень далеко. Но на самом деле время так быстро идёт, я вот уже это очень сильно начала ощущать. Я вот тоже жалею о многом, что было со мной в юности, потому что я очень много стеснялась, я очень много предпочитала посидеть дома сама, там, почитать какие-то книжки, посмотреть, может быть, телевизор, там, вместо того, чтобы пойти где-то с кем-то погулять, пообщаться. В старших классах мне нравился мальчик. Он мне нравился с восьмого класса и до самого конца школы. Но я, конечно же, и виду не подавала, и почему-то наоборот. Вот я иду в школу, меня этот мальчик сзади догоняет, зовёт, а я даже не могу обернуться на него. Я не знаю, я ускоряю шаг, я иду скорее. Я не знаю, что это было за такое ощущение. Сейчас я об этом жалею, конечно же. Лучше бы я общалась, лучше бы я как-то, может быть, дала понять, что он мне нравится. Но, в общем, очень плохо, когда ты застенчивый, и жизнь проходит мимо тебя. Я стеснялась там пойти на дискотеки какие-то. В общем, не знаю. Сейчас я, конечно, очень об этом всём жалею, что я тогда была такая. Я бы сейчас с удовольствием ходила, с какой-то компанией гуляла бы, с друзьями какими-то бы общалась, но у нас практически нет друзей, вот друзей семьи. То есть даже, ну, так не соберёшь небольшую компанию, ни с кем-то пойти где-то погулять. Ну, мне, конечно, нравится с семьёй своей гулять, общаться со своей семьёй, но всё-таки как-то друзей не хватает. Хочется друзей завести много-много-много. Например, выехать с ними в лес и петь песни на гитаре, играть, зажечь костёр, чтобы было темно, чтобы мы сидели и пели какие-нибудь песни, чтобы так всё было душевно, по-дружески, чтобы вообще очень бы хотелось, чтобы люди, они друг с другом лучше общались, чтобы вот как-то не жил каждый ради себя, а чтобы все были открыты друг другу, помогали бы друг другу. Вот у нас есть соседи, у нас пожилые люди, которые живут на одну пенсию, которым не хватает много чего. Вот если бы, например, весь наш дом был очень дружным, вот, например, у человека нету там картошки, те, у кого много картошки, могли бы дать, или там у другого человека что-нибудь закончилось надо, или какая-то вещь нужна, а у другого дома она лежит, она уже ему давным-давно не нужна. Это я в окно поглядываю. Я тут устроилась, фотоаппарат на подоконнике стоит, и поглядываю, пока хорошая погода. Смотрю в окно. Настя пока монтирует видео на канал Хомки, мы с ней сегодня делали уборку в клетке, у песчанок и у белки. Мы сначала хотели просто убрать у песчанок, а потом решили их всё-таки пересадить, пересадить обратно в контейнер. И всё это мы снимали, теперь Настя монтирует. А я вот решила отдохнуть, поболтать с вами. В принципе, пишите мне вопросы в комментариях, я могу порассуждать, поотвечать на эти вопросы. Может, вы что-нибудь хотите обо мне узнать, что я люблю, о чём я думаю, что со мной было там когда-нибудь. Пишите мне вопросы, и я попробую снять видео, в котором отвечу на все эти вопросы. Сейчас попробую ответить на распространённый вопрос, какая у меня цель в жизни. Такой вопрос очень часто задают и друг другу люди, и сами себе. Я тоже сама себе задаю этот вопрос, какая же у меня цель в жизни. Но поскольку я так философски отношусь к самой по себе жизни, я считаю, что, в принципе, человек самое хорошее, что может сделать, это дать жизнь другим людям. И я думаю, у меня вот три девочки, я думаю, что эта цель у меня вполне достигнута. Теперь хочется просто, чтобы у них всё было хорошо, чтобы они были здоровы, счастливы, чтобы они жили нормально, без всяких там сильных бед или трудностей. И очень хочу, чтобы они были хорошими людьми, чтобы они не задирали там носы, даже если очень известными станут. Я хочу, чтобы они стали известными. Я хочу, чтобы Алиса пошла петь, научилась петь. Я буду с ней снимать клипы, в которых она сможет петь, потому что я могу запросто снять хороший клип. И мы бы сейчас и с Настей, и с Катей делали хорошие клипы. Но нам не хватает музыкального сопровождения. То есть, если брать музыку с интернета, почти на всей музыке авторские права. То есть, найти музыку такую, чтобы она очень понравилась, песню какую-то, да, и поставить, сделать на неё клип, потом может оказаться, когда ты её загружаешь в YouTube, что нарушаешь авторские права, потому что музыку написал кто-то другой, и весь твой клип уже всё, нельзя на YouTube заливать. И вот это для меня самая большая проблема. Я очень хотела бы, чтобы Настя и Катя сейчас тоже умели хорошо петь. В принципе, они умеют петь, но я думаю, они сами не захотят петь какие-то песни для клипов, потому что они не уверены в своём мастерстве, потому что они очень недолго ходили на вокал, скажем так. Потому что там не было такого уровня обучения, им нужен более высокий уровень, нужен вообще для того, чтобы делать клипы. Поэтому я думаю, Алиску, как только она немножко подрастёт, найти какого-нибудь персонального репетитора и учить её петь. Костя вот всё детство, пока Настя и Катя были маленькие, он меня ругал, что мы ходили по разным кружкам, мы где только не были. И на художественную гимнастику они ходили, и в бассейн, и на спортивную гимнастику, и на акробатику. И даже мы в цирковую студию один раз пошли, и Настю там собирались учить по канату ходить, она хотела очень. Ну, в общем, мы очень на много разных кружков ходили, и на пение, но постоянно на танцы тоже разные, совершенно разные. Ну, и девчонки там походят полгода-год, и потом говорят, нам не нравится, мы не хотим, я им разрешала бросать. Потому что я считаю, что заставлять человека делать то, что ему не нравится, это неправильно. Человек должен искать себя. То есть они должны попробовать то, то, то и наконец себя найти. Вот с Катей так и получилось. То есть она нашла себя на кружке театральном, этот кружок она бросать не хочет. Вот сейчас пошёл второй год, как она на него ходит. И, ну, ей нужно было попробовать походить и на тот кружок, и на тот, чтобы понять, понять, что же ей подходит. Потому что если человек ничего не пробует, как он может знать, подходит ему или нет. Костя же считает совершенно по-другому. Он считает, что надо выбрать один кружок ребёнку, и на этом кружке много лет подряд заставлять его заниматься. Даже если он говорит, что ему не хочется, для того, чтобы он достиг каких-то высот. Именно вот в этом деле. А не так, что ты распыляешься по разным кружкам, и в результате не умеешь. Ни того, ни того. Настя, в принципе, тоже себя нашла на фотокружке, потому что она прирождённый фотограф. Это моё мнение. Но я не знаю, куда ей, в какую сферу пустить. Можно, конечно, пойти в институт на режиссуру, например. Точнее, нет, на режиссуру. Это мне такое надо. На операторское, чтобы снимать. Катя может пойти в театральный, чтобы быть актрисой. Настя может пойти, чтобы быть оператором. Вроде оператор – это как-то не женская работа. Тяжело. И фотоаппарат держать тяжело. Я когда снимаю клипы, я устаю, и спина болит. Ну, не женская это работа, я считаю. Все эти камеры тягать. Это же у меня не профессиональная камера. Профессиональные камеры, они же огромные, такие тяжёлые. Ещё Настя хорошо знает английский. Она могла бы пойти в институт где-то на английский учиться. Ну, в общем, не знаю. Нам надо срочно решить, куда Насте поступать, потому что она перешла в 11 класс, но ещё так и не решила, кем она, собственно, хочет быть. Я ей говорю, будь хотя бы блогером. Ну, она говорит, я хочу где-то там уехать с какой-то компанией пожить, с друзьями. Ну, скучно, дома скучно. Хотя, не знаю, она так часто сидит дома, что я бы не сказала, что ей нравится гулять с компаниями больше, чем сидеть дома. Так вот, по поводу цели в жизни ещё. Ну, вот просто, например, была бы у меня какая-то другая цель в жизни, да? Ну, к примеру, купить крутой телевизор, или купить квартиру даже, или купить машину. Ну, допустим, я много лет бы шла к этой цели, я бы её достигла, там, купила бы. И что? Ну, серьёзно, машина, ну, 10-20 лет, всё, машина поломается. Квартира. Ну, с квартирой получше, конечно, её можно детям своим оставить, но всё равно. Любая вещь, любая там, одежда хорошая, там, жить со вкусом, жить дорого, чувствовать себя там где-то в обществе, выше других. Ну, вот у людей часто такие бывают цели. Стать известным, стать знаменитым. Но всё это... Что потом с этим делать? Вещи все портятся, вещи стареют. Вся эта известность... Не знаю, для чего это нужно. Чтобы тебя превозносили, чтобы говорили, ой, ты лучше всех. Мне лично такое совершенно не нужно. Я вот даже свои там каналы, влоги веду совершенно не для этого. Я их веду, во-первых, для того, чтобы оставить память о том, что у нас происходило, своим детям память о том, какие они были, какие были события, как видеодневничок. Вот это мои влоги, это мой видеодневничок. А канал Хомки сейчас я уже веду, чисто потому, что дети ждут, дети любят, дети хотят видеть наших зверюшек. Я очень люблю детей. Можно говорить? Конечно. Реально, что в моей жизни главное, это любовь к детям. Я очень люблю детей любых. И маленьких, и больших, и школьников, и детсадовских, и своих, и чужих. В общем, я очень люблю детей. Я честно вот хотела бы где-то работать с детьми. Например, в детском доме. Очень бы хотела. Я бы могла этим малюткам, которым там никто не подходит, которые плачут, лежат, могла бы им дать много тепла, много доброты, много любви, заботы. Но для того, чтобы вот даже пойти в детский дом, допустим, работать, надо закончить пединститут. Никто ж тебя не возьмёт без этих корочек. Как моя мама говорит, без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Ну, видимо, есть такая пословица. Хотя я считаю, что если человек умеет любить детей, может дать им какую-то заботу, зачем нужны эти бумажки. Собственно, в воспитании детей не так уж это и сложно. Но у нас всё должно быть по закону, поэтому какие-то злые тётки сидят с этими детьми, зато у них есть корочки. А те люди, которые действительно могли бы подарить любовь и заботу, они вот без педобразования. Почему я так говорю? Потому что я сталкивалась с такими тётками. Я была вожатой в детском лагере, и меня поставили на отряд детей из детдома. И когда я с ними работала, я проработала одну смену, я потом захотела и вторую, и третью смену, целое лето я с ними проработала. Так вот, у этих детей сменялись воспитательницы. То есть обязательно с ними должна была быть воспитательница. Она там свою смену отрабатывала, сколько-то дней уезжала, приезжала другая. И вот все эти воспитательницы, они были, ну, и не видела в них любви к детям. Я видела в них, что это их работа, да. Я видела, что они стараются, ну, вот, себя показать хорошими. Но по факту я даже заставала такое, что вот ребёнок плачет, она его бьёт полотенцем, говорит, ты дебил, ты дебил. Тебя там в лесу нашли, ты дебил. Ну, в общем, я там насмотрелась столько, я там и плакала, и это было ужасно, если честно. Все дети, все их называют мамой, то есть любую, которая приезжает, они к ней обращаются в маму. Так у них, видимо, заведено. Но было это всё уже очень давно. Тогда ещё Настя была маленькая, и Катя. Это было лет 10 назад это всё было. Вот, поэтому сейчас уже всё это вспоминать, разбирать, нет смысла. Эти дети уже повырастали, воспитатели, может быть, даже сменились. Это был Каневский интернат, который приезжал в детский лагерь. Но вот после того, как я на это всё насмотрелась, я очень захотела работать с детдомовскими детьми. Они замечательные дети, они все послушные, они совсем не такие избалованные, как вот дети, которые растут с родителями. Они умеют радоваться таким мелочам, на самом деле. Они очень к тебе тянутся, жмутся. Им хочется, чтобы их просто обняли, просто вот посидели рядом даже, даже просто молча. Они как-то не ищут с тобой разговоров бесконечных, они просто ищут вот какое-то тепло такое к себе, хотят почувствовать, что они кому-то нужны. И мне вот очень нравилось дарить это детям, очень. То есть я не знаю, что вот лучше может человек сделать, чем помочь, допустим, маленькому ребёнку, просто его успокоить, помочь ему вырасти. Ну да, проверь, даже интересно. А где нормально? Там же где-то поищи. Там нет? Нет, там где-то есть. Может, стаканчик и стоит, может... Да, бери. Ну, скорее всего, электроны неправильные. 36,4 — это вряд ли у тебя такая температура. Ну, есть люди, которые вообще не любят детей, и они меня не поймут, конечно же, потому что... Чтобы понять человека, надо хоть немножечко мыслить, как этот человек тоже. Если ты мыслишь по-другому, тебе просто покажется, что человек странный, и ты его не поймёшь. А почему я очень люблю детей, я даже не знаю. Наверное, потому что они открытые, беззащитные. Может, потому что мне их жалко. Я не знаю почему, но... Мне с детьми намного больше нравится общаться, чем со взрослыми. Я думаю, чего мне сейчас хочется, если говорить по мелочам, да? Ну, не брать глобально там уже всю жизнь, а просто по мелочам. Чего бы вот хотелось прямо сегодня. И я думаю, что мне больше всего хочется вот каких-то ярких воспоминаний оставить таких, съездить куда-то с семьёй. Может быть, далеко куда-то, где мы ещё никогда не были, в какой-то другой город, или на море, или не знаю. Но вот хочется какого-то разнообразия, конечно, в жизни, именно вместе со своей семьёй. Потому что мы уже всё время сидим дома, сидим дома, это уже начинает как-то надоедать. Максимум, куда мы ездим, это в лес, и то крайне редко. И, конечно же, хочется увидеть, как дети радуются, как они чем-то заняты, помимо этих всех планшетов, телефонов. Ну, вот такое у меня сейчас банальное маленькое желание. Ладно, что-то я сегодня философствую, откровенничаю, а дела стоят. Надо идти делать дела. Уборку. Потом вернётся Костя с Алисой, будем Алиску купать. Надо, наверное, подготовить. Хотя мы уже воду не будем кипятить сегодня. Мне очень хочется её уже в большой ванне покупать. Круг этот купить. На дети этот круг. Я столько видео в интернете пересмотрела, как дети плавают с этим кругом. Мне очень понравилось. Мне интересно, будет ли так плавать Алиска. Когда вчера приходила к нам врач, я у неё спросила, можно ли ребёнка купать в этом круге, потому что читала некоторые комментарии о том, что нельзя, пишут. Пишут, что бывают какие-то там вывихи шеи, шейных позвонков. Но врач сказала, что можно, но только с двух месяцев. То есть ещё две недельки подождать надо. И мы запустим Алису в большое плавание. Мне кажется, это очень полезно, когда ребёнок плавает, вообще плавает. Хоть в бассейне, хоть в ванне, неважно где. Я думаю, что плавать очень полезно. Потом и спать будешь хорошо, и аппетит будет, и со спиной проблем не будет. Я вот всем вам рекомендую плавать. Хотя я сама не плаваю, но я бы тоже хотела, если бы у меня была такая возможность. Я бы хоть каждый день ходила и плавала где-нибудь в бассейне. Может быть, потом и начну попозже. Сейчас ещё после операции мне как-то не очень. Физические упражнения там ещё нельзя. Плавать, наверное, можно, в принципе, но это надо тоже купить себе абонемент в бассейн. Это, в принципе, не дешёвое удовольствие. Немножечко попозже, когда уже станет как-то немножко полегче. Потому что сейчас Алиса очень маленькая и очень много проблем всяких. Например, у неё животик там болит, она плачет, мне её жалко. И каждый раз, как она плачет, стараюсь её успокаивать. Они так, знаете, вот как бывает, говорят, да пусть себе ребёнок поплачет. Он лёгкий и развивает. Ну, бывает так люди говорят. Я не могу, она только начинает хоть немножко плакать, мне её так жалко. И сразу же начинаю стараться её как-нибудь успокоить. А поскольку она очень маленькая, плачет она, конечно, часто. И ещё Насте и Кате нужно, например, помочь с уроками. Уборка дома. Ещё у нас очень много животных есть. За ними тоже за всеми. Пока поухаживаешь. Короче, ну нет у меня сейчас свободного времени на то, чтобы ходить в бассейн, плавать, заниматься как-то собой. Вообще, очень многим мамам некогда заниматься собой. Они занимаются детьми, домом. И не всегда, кстати, дети это замечают. Часто детям кажется, что им очень мало внимания родители... Часто детям кажется, что им очень мало внимания родители уделяют. Хотя родители делают, ну, всё, что могут. Просто. И не высыпаются. Вот как я сейчас, например, не высыпаюсь вообще. И ходят на работу. И стараются дети обуть и накормить. И помимо этого дать какое-то внимание. Там хотя бы, чтобы дети куда-то сходили. Вот я сейчас думаю, как бы Настю с Катей в цирк отправить. Хотя мне тоже хочется с ними сходить. Я в цирке, я не знаю, сколько лет мне была в цирке. Наверное, лет 10. К нам приехал какой-то цирк необычный. Там мотоциклы. То есть обычно приезжают там с животными, с клоунами. А здесь какие-то выступления на мотоциклах. С одной стороны страшно, с другой стороны хочется посмотреть. Не знаю, сможем ли мы выбраться в этот цирк. Вот смогу ли я хотя бы Настю с Катей отправить. Хотелось бы очень, конечно. Вернулись мои любимые с прогулки. Сейчас будем кушать. Да? Да. Алиска, ты что глазки закрыл? Набегались на перегонки с другими колясками. Мы всех обогнали. Значит, ты набегался, да? Нет, она же за рулем сидела. Она внимательно рулила. Сидела прям? Да. Все, теперь кушать будем. Да? Что у нас? Первое, второе и компот. Алиска, ты что еще отъедаешь? Алиска, ты хочешь вообще кушать или нет? Такая спокойная. Уже часа три с половиной не ела. Лисенок, идешь кушать? Смехнулась. Лисенок. Что за глупый вопрос? А вот у него хитренький вид. Она что-то задумала. Малыш, иди кушать. Где моя большая ложка? Только зовут и зовут, да? Вы доставайте блюдо, доставайте. Мы подбежим. Спасибо.